МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вы пришли, да? Почему пришли? Почему об этой истории нужно, чтобы знали? Ну, как бы, одни говорят, не нужно. Другие говорят, вот Мария Томак, она говорит, что обязательно нужно говорить про это. А кто говорит, что не нужно? Ну, так, со стороны некоторые говорят, вот, ну, зачем вот это? Все равно оно ничего не дает, это телевидение. Что там, ну, поговорят, ну, скажут, ну, рейтинг себе заработают, вот и все. Я, Тамара Ивановна, хотела бы вас вернуть вот к свиданию с сыном, да? Вы недавно совсем ездили туда, к нему. Сегодня неделя, как я приехала. Вероятно, вы уже всю эту историю передумывали, обдумывали, там, раскадровывали по кадрам, да? К чему вы пришли? Что может ему сегодня помочь? Он очень сильно похудел. Да. Без веры в глазах. И очень. Что ему может сейчас помочь? Ага. Ну, не знаю. Вернуть домой, вот, может, это и помочь. И все. Но он верит в то, что он вернется? Нет. Это вы вот прям в глазах его прочитали? Да. Вы же ему говорили, Станислав, соберись, держись, тебе нужно верить в то, что ты вернешься домой. Он обещал мне. Говорил, мама, я никогда не думал, что в таком возрасте ты приедешь ко мне. Но сейчас я думаю, что я соберусь, вот, и буду верить. И я ему внушала то, что он одно время хотел в семинарию поступать. Еще до университета. Такие у него были какие-то взгляды на это. Вот. А это самое, я говорю, ты же когда-то хотел в семинарию поступать. Вот ты представь себе, что ты в этом, как их называют? В семинарии, как в семинарии, да? Такие же условия. Как в келье. Как в келье, да. Потому что он же находится один в камере. Я говорю, вот тебе эта келья, тоже черная одежда, такая, как у тебя. Вот, потому что никакой не дает другой одежды, кроме черной. Кроме черной. Вот, говорю, вот и все, вот ты себе представь себе и ходи, моли Бога. Молись, он молится, он говорит, что он молится. Он с крестиком был, там батюшка приходит к ним. Но так он еще более-менее себя чувствовал, хотя был вот это, как и в Грозном, раздражен такой. Вот это все, вот эта психика была все-таки нарушена. А когда его отвезли, отвезли в эту магнитогорскую психушку, тут у него его сломали полностью. Вот, месяц он там был. Вот. Похудел на... Было его, как отправляли с Верхнего Уральска, было 87 килограмм. Вот, а когда это привезли уже сюда-обратно, так было 70. Что он рассказывает, как с ним обращаются? Ну, говорит, как бы администрация до него относится, как бы нормально. Он не обижался, что к нему. Вот только обижался, что вот это сейчас у него пролежни очень большие. После психбольницы? Да, да. Вот, и там, где пытки делали на ногах, там все ноги у этих вожогах, в ранах. Вот он показывает, как, может, видели, колени, да? Вот колени эти, там молодая кожа, и она никак не заживает. Вот у нас сейчас у него как бы воспаляются, и такие болячки очень гнойные, большие. Я вот это обрабатывала ему. Ну, какая-то медицинская помощь там же должна быть. Ну, вы знаете, когда его привезли с Верхнеуральской, так он говорил, что ему тут же, с Магнитогорска, в Верхнеуральске ему там ставили капельницы, чтобы как бы убрать от этой токсины, вот те, которые они там водили. Потому что, Стас говорит, когда мама меня привезли в Магнитогорск, и завели в этот стационар, и сразу как укололи два укола, я сразу встал дубой. Как бы ничего не соображаю, ничего. И тело как бы не мое было. А потом, что они со мной делали, я не помню. Тамара Ивановна, а как вы себе объясняете, вот то, что взялись именно за вашего сына? Я не могу. Он и сам себе объясняет, из-за чего вот он говорит, и кричит, и вот это всё с ним такое творится. Он не может себе объяснить, почему с ним такое случилось. А вот вы можете вспомнить, вот день, когда вы узнали о том, что он задержан? Когда это было, как это было, при каких обстоятельствах? Ну, это было, он уезжал, как бы барышня была в него в Орле. Вот, она отдыхала в судаке, с ней там познакомился. Вот, и она приезжала к нам два раза. Ну, и потом она его вызвала, как бы поставить все точки над «и». И он уехал, он говорит, ему 12-го надо было быть на работе, августа. Вот, а он уехал седьмого. Я его очень не пускала. Я видела по нём, что-то он тоже как бы... Вы считаете, что его этой девушкой заманили? Ну, он так и говорит. А вы с ней пытались как-то связываться? Пыталась, она даже не шла со мной ни на какую связь. А через какие средства связи вы с ней пытались как-то? Она же мне звонила, она мне смс писала. А что она в них писала? Я благодарила, что у вас такой сын, что я никогда не имела такого мужчины, как Стас. Мы будем счастливы, всё такое. Всё хорошее писала. Там присылала мне... И Стасу она писем не пишет? Сейчас? Нет, конечно. А она даже никакой связи со мной. Потом же, когда Стаса задержали, мне позвонили там какой-то мужчина, не русской национальности, не нашей, с акцентом, и говорит, что Стаса задержали. Я выходил из СИЗО, а его заводили. Или была это правда, или неправда. А потом звонил какой-то мужчина, представился, что Стаса и я хотела ехать. Он страшно мне говорил, не едьте, не едьте. Мы его... Ну и что? Ну посидит 15 суток, и всё, и это, то, другое, и всё. Вот, и мы его посадим. Хотя мы поехали уже 22-го, его должны были 23-го освободить уже с 15-ти суток. А 22-го мы поехали, его уже... Стас мне говорил, что его 20-го увезли в Живес-Интуке. Вы такая боевая мать. Я знаю, что вы даже записывали вместе с матерью незаконно задержанного Николая Корпяка в виде обращения к Путину, да? Вы ответ какой-то получили? Нет, никакого. Я всем говорю, и пусть меня кто-то осуждает, кто-то не осуждает. Вот. За своего ребёнка любая мать. Мне кажется, если это настоящая мать, она... Я говорила, я даже пойду и упаду в колени Путину и буду просить, чтобы он его помиловал. А что ваше материнское сердце? Что оно чувствует? А? Что ваше материнское сердце, что оно чувствует? Как закончится эта история? Вот что-то ничего не чувствует. Может, это ещё какое-то мне после этого время надо? Всё это я переосмысливаю, вот это всё. Как это было? Какой он? Может, какое-то ещё время надо? Ну, а так ничего не чувствую. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли к нам и рассказали вот то, что происходит. И будем верить, что он таки будет дома. И мы увидим его здесь, в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Я тоже надеюсь на это. Спасибо вам. И спасибо большое людям, тем, что помогают нам каким-то способом возвратить Стаса домой. Спасибо. Спасибо вам. Тамара Клых, мать незаконно осуждённого в России, Станислава Клыха. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!